Всем доброго дня! Это Гелиосар и Биология просто. Учебник Биология, 10-11 класс, за авторством Сухоруковой, Кумченко и Ивановой. Параграф 2. Неорганические вещества клетки. Вспомните, чем органические вещества отличаются от неорганических. Прежде всего тем, что создают органические вещества исключительно живая материя, и к этим органическим веществам относятся белки, жиры и углеводы. Что называют катионами и анионами? Катион это положительно заряженные ионы, а анионы это отрицательно заряженные ионы. Как молекулярное строение воды связано с ее химическими и физическими свойствами? Самым прямым образом. Вода это совершенно уникальное вещество, которое с одной стороны прекрасно вступает во взаимодействие практически со всеми неорганическими веществами, да и с органическими веществами на Земле тоже. При этом эти связи не слишком прочные. То есть с одной стороны вода может легко вступить в связь, захватить это самое вещество. Но при этом потом может легко это самое какое-то молекулу какого-то вещества так же спокойно и отдавать. Все это естественно делает воду совершенно уникальным веществом, которое входит в состав всех живых организмов на планете Земля. Типы химических связей Подобных связей бывает довольно-таки много, но можно вспомнить ковалентную, ионную, металлическую, водородную. То есть их есть еще и другие более сложные, но это уже относится конкретно к химии. В состав клеток живых организмов обнаружено 80 из 110 элементов периодической системы Менделеева. При этом каких-то особых, присущих только живой материи элементов клетка не содержит. Это говорит о единстве живой и неживой природы. Макро- и микроэлементы Все химические элементы в зависимости от их концентрации в клетке принято разделять на макро- и микроэлементы. Микроэлементы содержатся в больших количествах, от десятков до сотых долей процента. При этом на делу биогенных элементов, кислорода, углерода, водорода и азота, приходится почти 98% сухой массы клеток. Содержание микроэлементов не превышает сотых долей процента. Однако они входят в состав различных соединений, и поэтому необходимы для нормальной жизнедеятельности клетки и организма. При недостатке микроэлементов нарушается синтез важнейших соединений, хворофила, гемоглобина, многих гормонов. К макроэлементам относят кислород, водород, углерод, азот, фосфор, серу, натрий, калий, кальций, хлор. К микроэлементам относят железо, цинк, марганец, кобальт, медь, никель, йод, фтор и многие другие. Содержание в клетках человека золота, ртути, селена, радия и других элементов не превышает 10 в минус 12 степени процента. Это ультрамикроэлементы. Но при этом все равно все они присутствуют в клетках. Неорганические соединения клетки. Многие химические элементы входят в состав неорганических веществ клетки, минеральных солей. Без них не может и не сможет существовать ни один живой организм. При этом эти самые минеральные соли находятся в клетке, как правило, либо в виде катионов, либо в виде анионов. И их соотношение определяет pH внутренней среды. Оно поддерживается на постоянном уровне, хотя в ходе обмена веществ в клетке образуются и кислоты, и щелочи. Концентрация многих катионов различна внутри клетки и в окружающей ее среде. Так, концентрация некоторых веществ более высокая. От концентрации солей зависит поступление воды в клетку. Так, вода будет поступать в корни растений в том случае, если концентрация ионов в клетке выше, чем в почвенном растворе. Некоторые соли содержатся не только в растворенном, но и в твердом состоянии в клетках. Например, кости формируются в основном из фосфата кальция, а раковины моллюсков из карбоната кальция. Вода. Из неорганических соединений в клетке преобладает вода. Молекула воды полярна. В результате отрицательно заряженный атом кислорода. Одной молекулой воды притягивается к положительно заряженному атому водорода другой молекулы с образованием водородной связи. Водородные связи в 20 раз слабее связи внутри самих молекул. Они легко разрываются и образуются вновь, благодаря чему вода легко передвигается в клетке. Наличием водородных связей между молекулами объясняется высокая теплоемкость воды. Способность поглощать тепло при минимальном изменении собственной температуры. Вот почему вода в водоеме под действием солнца нагревается в 5 раз слабее, чем песок на берегу, но при этом дольше сохраняет тепло. Высокая теплоемкость воды защищает организмы от резких перепадов температуры окружающей среды. Испарение воды всегда сопровождает охлаждением клеток и тканей. В результате обеспечивается защита организмов от перегрева при транспирации у растений, тепловой отдышке у животных, потоотделении у человека. Благодаря полярности молекул вода – прекрасный растворитель. Она взаимодействует с катионами и анионами веществ. Вода служит средой, где протекают основные процессы жизнедеятельности клетки. Она участвует во многих реакциях обмена веществ. Например, в реакциях гидролиза, расщепления белков, углеводов и других органических веществ с участием ферментов. Вещества, которые взаимодействуют с водой, называются гидрофильными. От греческого «гидросвода» и «филиолюбить». Это минеральные соли, сахара, аминокислоты, некоторые спирты. Вещества, которые не взаимодействуют с водой, называются гидрофобными. От греческого «гидросвода» и «фобос» – «боязнь». Например, это жиры. Обладая подвижностью, низкой вязкостью и способностью растворять различные соединения, вода выполняет в организме транспортную функцию. Растворенные в воде вещества поступают в клетку через мембрану. У организмов, имеющих сложное строение, перенос веществ осуществляют специальные системы, проводящие у растений, кровеносное и лимфатическое у животных. Вопросы. Что понимают под микро- и макроэлементами? В практически клетке человека содержит огромное количество различных неорганических элементов, самых разных связей. Но каких-то элементов десятые доли процента, а каких-то только тысячные доли процента. Тех элементов, которых больше, то есть это десятые доли процента, это макроэлементы. Те, которых меньше всего, это, соответственно, микроэлементы. Почему кислород, водород, углерод и азот называются биогенными элементами? Потому что эти элементы очень, их очень много в клетках живых организмов. Фактически клетки состоят из этих самых элементов. Поэтому они являются строительным материалом для живых организмов. И без них существование живых организмов на Земле невозможно. Поэтому они и называются биогенными. Может ли клетка обходиться без минеральных солей? Ответ поясните. Нет, не может. Дело все в том, что в клетке происходит синтез огромного количества самых разных веществ и элементов. И для этого синтеза постоянно необходимы различные вещества. Пусть их необходимо крайне мало. Но если их не будет, заменить эти вещества другие не смогут. Значит, какие-то вещества не смогут синтезироваться в самой по себе клетке. Следовательно, обходиться без этих самых элементов клетка не может. Как строение молекулы воды связано с функциями, которые она выполняет в клетке? Самым прямым образом. Благодаря тому, что молекула воды образована водородной связью, которая достаточно непрочная, легко реагирует с другими веществами, легко накапливает тепло. Все это позволяет молекуле воды выполнять огромное количество различных функций в организме человека. И, собственно говоря, и обеспечивать функционирование этого самого организма. Именно за счет воды функционирует клетка. Продолжение следует... Продолжение следует...